Французская компания Renault представила обновленный компактный кроссовер Captur. Новинка претерпела комплексному изменению дизайна, чтобы сохранить свои позиции в условиях растущей конкуренции. Он сохранил возможность выбора между бензиновым и гибридным двигателем, но покупателям также доступен вариант с ГБУ. Renault Captur 2024 модельного года, привлекающий внимание полностью измененным обликом и оснащением Esprit Elpine, заменившим RS Line, который появится в Европе в конце апреля. Команда дизайнеров под руководством Жили-Видали придала Captur современный вид. Передние фары, окружающие тонкую решетку радиатора с деталями в соответствии с новым логотипом на передней панели, в стандартной комплектации оснащены технологией Fulllet. На бампере выделяются фирменные стреловидные дневные светодиоды французской марки. Renault также обновила задние фонари с новой светодиодной графикой, оставив остальной дизайн нетронутым. Клиенты смогут выбрать авто среди не менее 14 двухцветных вариантов покраски кузова и такого же количества однотонных оттенков. Базовая комплектация Captur ездит на 17-дюймовых стальных дисках, но опционально можно перейти на легкосплавные диски такого же размера или даже на 19-дюймовые для комплектации Esprit Elpine. Моторы Renault Captur будут представлять. В базовой версии французский производитель предлагает небольшой трехцилиндровый 1-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Следующий четырехцилиндровый 1-литровый турбированный агрегат развивает 140 лошадиных сил и работает с той же механической коробкой передач. Более мощная версия 1-литрового двигателя имеет мощность 160 лошадиных сил и передает мощность на колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями. И, наконец, топовая версия – гибрид E-TEC, который выдает до 145 лошадиных сил. Он состоит из 1,6-литрового двигателя, двух электромоторов, батареи емкостью 1,2 кВт-часа и многорежимной автоматической коробки передач, передающей энергию на переднюю ось. Renault утверждает, что 80% городской езды проходит без использования двигателя внутреннего сгорания. Дизельного двигателя, как и ожидалось, нет, поскольку автопроизводители Европы постепенно отказываются от использования двигателей внутреннего сгорания на своих автомобилях. В то же время существует версия на жиженном газе с трехцилиндровым литровым турбированным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Заправленная бензином и газом Каптюр с мощностью 100 лошадиных сил может преодолеть 1100 км пути. Все версии Renault Каптюр доступны с передним приводом. Кроме того, Renault добавила к существующим режимам движения ECO Sport комфорт и настраиваемый опциональный режим Extended Grip, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой в условиях легкого бездорожья. Инженеры Renault изменили геометрию подвески, характеристики амортизаторов и калибровку рулевого управления, чтобы повысить удовольствие от вождения. Кроме того, самые мощные версии оснащаются совершенно новыми амортизаторами. Интерьер выглядит знакомо. Это все же обновление, но теперь сенсорный экран информационно-развлекательной системы имеет диагональ 10,4 дюйма. Центральный экран работает с программным обеспечением Android Automotive 12, а цифровая панель приборов 10,25 дюйма. Внутри автомобиль может похвастаться обивкой из экологичной ткани. Среди дополнительных удобств порты USB-C, площадка для беспроводной зарядки устройств, амбиентное освещение и возможность установки аудиосистемы Harman Kardon на 9 динамиков. Благодаря задним сидениям, которые можно сдвинуть на 160 мм, объем багажника может изменяться и составлять 484 или 616 литров. При сложенном заднем ряде сидений он увеличится до 1596 литров. Помимо этого, в салоне также предлагаются отсеки для хранения вещей объемом чуть меньше 25 литра. Обновленный Captur сохранил свою длину 4239 мм. На рынке он должен конкурировать с обновленными Ford Puma и Nissan Juke. Обновленный Renault Captur появится на европейских рынках в апреле 2024 года. Как и его предшественника, кроссовер будут производить на заводе Renault в Вальядолиде, Испания. Информация о ценах будет объявлена в ближайшие недели, вероятно, автомобиль немного подорожает. Сейчас Renault Captur продают в Европе от 25 800 до 33 500 евро. Captur является одним из самых продаваемых автомобилей Renault и был одним из 10 самых популярных гибридов в Европе в прошлом году. Первая генерация Captur была представлена на Женевском автосалоне еще в 2013 году и с тех пор было продано более 2 миллионов автомобилей. Второе поколение модели теперь выглядит еще современнее, благодаря новому языку дизайна компании. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.